Все люди понимают, что происходит на Донбассе и в приграничных районах, с кем и против кого идет война. Именно поэтому каждый житель России, особенно христиане, пытается помочь фронту, как это и было в годы Великой Отечественной войны. Все для фронта, все для победы. При храме Рождества Христова, понимая важность поддержки наших солдат, сплотились матери, женщины, для того, чтобы не только молитвами, но и трудом своих рук обезопасить защитников нашего Отечества на передовой. Начиная с июня, без выходных, прихожане Рождественского храма и неравнодушные люди участвуют в этом добром деле. Так, уже сплетено 263 маскировочные сети, а это более полутора тысяч квадратных метров. Мы с мамой прочитали в телеграм-канале храма Рождества Христова новость о том, что придутся сети. И сейчас находимся проездом в Краснодаре несколько дней, решили поучаствовать тоже. Если бы это не было важно, мы бы не пришли, потому что, я считаю, посильная помощь нужна в любом виде. То есть это может быть материальная, это может быть физическая помощь, молитвенная помощь, абсолютно любая помощь нужна всего для победы. В свободное время появилось, вот я пришел плести, помогать маскировочные сети. Узнал о том, что бабушки сидели на лавочке, мне сообщили. В свободное время я пришел помогать. Ребят, кто там по лавочкам сидите, лучше сюда приходите, до общего дела. Ради общей победы, чтобы наши дети, вот дети здесь тоже помогают, жили в мире согласии и в доброте. Пожалуйста, у вас есть возможность, мы очень ждем. Очень нужны помощники и друженики, будем рады вас видеть. Изготовленные с молитвой нашими прихожанами сети помогают спасать жизни российских солдат, участвующих в специальной военной операции. Добрый день, хотели бы поблагодарить от разведывания батальона за предоставление нам масс-сетей под масс-сети для своих, Краснодар. Пришли нам 30 штук, 3 на 6. Огромное спасибо, на сегодняшний день это правда необходимо. Победа будет за нами, еще раз огромное спасибо. Благодарим особую благодарность группе масс-сети для своих город Краснодар. Рождественской общине за предоставленные масс-сети. А также спасибо православной школе при храме Рождества Христова за письма и рисунки от детей. Победа будет за нами. В дни празднования Рождества Пресвятой Богородицы были освящены и отправлены 83 маскировочные сети. Благодарим во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня в праздник Рождества Богородицы пусть лучшим подарком будут нашим солдатам вот эти маскировочные сети, которые сплели наши прихожане. Здесь их больше 80. Каждый узелочек связан молитвой, материнским благословением и обращением к Богу о победе. Пусть эти маскировочные сети защищат наших ребят от всяких врагов видимых и невидимых и помогут приблизить общую для всех нас победу. Также батюшка призвал всех желающих присоединиться к этому доброму делу, так как впереди зима и будут нужны маскировочные сети белого цвета. Были переданы молитвословы, иконы святого Георгия Победоносца, книги Нового Завета и сладости. Ваш труд бесценен для нас. Мы выражаем вам огромную благодарность. И ребята очень слезно благодарны вам за вашу помощь. И ваша поддержка всегда нам придает сил и уверенности. Спасибо вам огромное. Низкий вам поклон за ваш труд. И победа будет за нами. Спасибо.